Всем привет! Сегодня будет такое видео в форме вложика. В общем, буду пробовать вместе с вами маску от Гарниер. И с чего всё началось? У меня был очень длинный путь в автобусе. Конечно же, что там куча пыли, сухой воздух. И как-то мне показалось, что моя кожа начала воспаляться, что-то с ней не так. И когда я приехала домой, я увидела, что она просто... Какие-то поры уж слишком большие, хотя у меня и так жирная кожа. И в принципе, они у меня и так достаточно большие. Поэтому я решила сразу же побежать с автобуса в магазин. И купила маску, которая должна была почистить моё лицо от этого всего. И это я не сделала фотографию. До и после как-то я не... Я попробовала, конечно же, сразу же нанесла. Но когда я смывала эту маску и потом проводила полотенчиком по лицу, то там было просто как будто я в грязи копрысалась, а потом просто стирала. Поэтому сейчас хочу попробовать ещё. Это такая маска, она с салициловой кислотой. То есть вот эти воспаления, которые у меня здесь появились, должны как бы немножко подлечиваться. И ещё она называется распаривающая маска. Как такого эффекта тогда я не увидела, но сейчас я буду более внимательна. Здесь написано, что эта маска очищает до 7 дней. То есть её применять нужно раз в 7 дней. В общем, давайте же посмотрим. Я вам сниму, как выглядит маска. И сниму своё лицо, насколько там будет видно. В общем, посмотрим потом до и после, помогло что-то или нет. Если интересно, тогда продолжайте смотреть. Такое очень длинное, я вижу уже, вступление. Вот эта масочка вот так вот выглядела. Она написано, что она для двух применений. Здесь 2 по 6 мл. Она вот так разрывается, имеет как две части. Я намазала всё лицо, и у меня здесь, вы ещё смотрите, сколько осталось. Не знаю, возможно, нужно слой грубый наносить, толстый такой. В общем, здесь написано, что чистая кожа от Garnier Skin Natural, распаривающая маска против чёрных точек и жирного блеска. Здесь я уже отрезала. Глубоко очищает поры на 7 дней. Здесь есть цинк и салициловая кислота. Салициловая кислота, она как-то снизараживает. И цинк, он как адсорбент, как я понимаю, идёт, который будет грязь вытягивать из ваших пор. Здесь ещё написано, что она дерматологически протестирована и она без парабеллов, как и сейчас все на них помешаны. Сзади есть инструкция, как её применять. В общем, здесь написано, что её нужно оставить на 3 минуты и тогда смыть. Но мне кажется, что 3 минуты для моих пор, в общем, мне кажется, что 3 минуты это мало. Я буду держать, наверное, больше, сколько скажу по курсу делом. И давайте же тогда будем наносить её. Итак, показываю вам свои поры. Вот здесь. Здесь на бороде. И, конечно же, на лбу тоже вот такой капец. Нож тоже просто ужас. И потом, в общем, будем смотреть, лучше или не лучше. Выдавливаем, в общем. Вот так она выглядит. Вот такая вот голубенькая. И наносим. Там написано, что избегайте область вокруг глаз. Она достаточно густая. Пахнет, как у меня есть скраб, гель и умывалка в одном от Гарниера. Мне когда-то дали в подарок маленький тюбик. Вот она пахнет точно так же, потому что это одна серия, как я понимаю. Так, можно всё? Я сегодня в достаточно грубом, толстеньком. Или толстеньким, или грубеньким. Слоем буду намассировать. Там написано, что Т-зону особо нужно помассировать. Кстати, немножко начинает как греть, вот где я уже внесла. Но я не знаю, за счёт чего она греет. Нужно будет посмотреть в составе. И так, в общем, я нанесла вот такую её уже красавицу. Такая красивая. И видите, она вот эти точки. Я тогда тоже их и видела. Она как провалится, но я не знаю, куда она проваливается. В общем, буду минут пять уж точно так сидеть. И буду вам показывать, что да как. Так, включение через три или четыре минуты. Через три минуты. Она как будто попроваливалась. Так, ну я не знаю, видно. А так как увлажнилась, как будто она не засыхает. Это точно. И она действительно греет лицо. Потому что, ну, в общем, я чувствую, что она греет. И я решила ещё посидеть до десяти минут или пятнадцати. И тогда буду её смывать. А пока сижу, читая на сайте, что да как. Это нужно было делать до, но я делаю после. Ну так. Я уже смыла. В общем, я продержала, потому что мне позвонили. И я продержала немножко дольше. Где-то минут двадцать, наверное, я держала. Через какое-то время эта маска перестаёт греть. Ну, или я просто привыкла и я не чувствовала. В общем, смотрим. Так, скажу сразу то, что я заметила. Вот здесь у меня прыщик. Он такой, как внутренний, болючий. И вот он стал меньше немножко и перестал болеть. Я вижу, что кожица немножко слезла с него. По порам они действительно стали немножко меньше. Но я не думаю, что это бы случилось, если бы я держала три минуты. В общем, вот здесь у меня... Я заметила, что вот здесь они как менее глубокие стали. Они ещё есть, конечно же, куда они поделутся. Но они как поднялись, да? Ну, наверное, это почистили. Здесь мне кажется, что остались такие, как есть. А вот здесь вот прям я заметила, что они стали менее глубокие. Не знаю, маска, не маска, но мне понравилось. Наверное, они у меня очень грязные, эти поры, что так много нужно их чистить. Но, в общем, буду пробовать дальше. Буду дальше и позже. Но пока мне очень-очень нравится эффект. Я просто говорю, я в первый раз, я не посмотрела так конкретно, не вгляделась в то, как они выглядели, точно как выглядели. А вот сейчас я всмотрелась и вижу, что, да, она действительно их чистит. Ну, конечно же, это не сравнится, наверное, с профессиональной чисткой, которую я ещё не пробовала на себе. Но этот эффект мне очень нравится. Стоимость маски, я её купила за 50 гривен. Как видим, там написано два применения, но вот я уже одну половинку второй раз пользуюсь. Там ещё осталось как минимум на один-два раза. Я не знаю, может, её нужно таким слоем нанести, но она просто потом, когда я наношу по второму кругу, то она просто стирается, ну, как размазывается. Если на два применения за 50 гривен, мне кажется, что это немного дорого. Ну, конечно, для тех, кто может себе это позволить, да. Но для, наверное, большинства, ну, мне кажется, это немного дороговато, если на два применения. Если так, как я, на больше, то, в принципе, это даже очень хорошо. Если вот даже написано, что это чистка на 7 дней, я уже два раза её применила и ещё осталось. Это как минимум на месяца два у меня получится, на 8 недель. Это, мне кажется, 50 гривен на 8 недель, это достаточно хорошая цена. Но если на два раза, то, наверное, не стоит. Сейчас буду наносить... Я что-то дома позабирала все крема. Наверное, нанесу сейчас кокосовое масло на кожу, потому что у меня какая-то она немножко подсохла сейчас. И как-то так. Ну, мне понравился эффект маски. И она эти прыщики, как минимум, немножко менее делает воспалёнными. И мне это очень-очень понравилось. Ладно. Всем пока. Спасибо за просмотр. И спасибо, что были со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok